Промые телефонные линии с керовниками выконавших комитетов в Беларуси проводятся с 2015 года. Минулый час подтвердил, что это действительно действительный способ повышения эффективности работы со взоротами грамадян и выкоронения фактов бюрократизма. А вот, когда никто не может приехать на особистый прием, он за все-таки может поведомить о своих проблемах по телефону. В этом году Сташиня Гомельского Абалуканкама проводил промые телефонные линии двойцы в Саковику и Червине. Тогда до этого дозвонились отповедно 28 и 25 человек. Сегодня Владимир Дворник принял 24 звонки. Не все звонки оказались однойковыми по часу. Некому спотребились некакие десятков секунд, как выказать подяку за становочное выращение пытания, огочанного по часу по передних линий. Некто рассказывал об своих проблемах десятки хвилин. Сирот, бадая самых незвычайных зворотов, пропонувал об открытии на Гомельщине лосиной фермы с перспективой отремания каштованных для здоровья мяса и молока. Уже Харака Линкович просьба отличалась работой гандровой сетки. Инвалид не может нобыть в мясовых крамах якостную грецкую крупу. Обчим и поведомим в сочине Абро-Канкама с просьбой прислать у Калинковича якостный продукт. Такая гречка, что не можно в рот взять, перепаленная, страшное дело. Какую гречку не куплю, мою, хотел уже помыть и привезти вам эту воду, показать, какую гречку они продают. Значит, у меня вот здесь присутствует начальник управления торговли и услуг. Значит, он выедет к Калинковичу, телефон записал, разберется по качеству гречки и почему нету нашей Гомельской, то, что мы производим. Быда и самая великая колькасть зворотов об майомыслых и земельных спряжках помеж с соседями и родными. Некоторые справы разглядывают на вот Верховный суд, але люди все равно не згодные. Отменять и переглядать решение судов, представники органов, выканавшие улады, права не мают. Але без уваги такие звонки все-таки не покидаются. Да, людей, если раз выйдут в комиссии, у склад таких будут включены депутаты Советов Розных Уздровнев, Утремнику национального сходу Владимир Дворник у вогли перекананный при выращении истинующих у громадской проблем необходимо больше тесно сопротивляться с депутатским корпусом. Если здесь скажете, что присутствует член палаты представителей, Совета Республики, областной депутат и так далее, комиссионно выехали, то даже что там еще рассматривать. А эти люди, депутатский весь корпус, всегда выступают в сторону зашиты любого гражданина, который обращается. После завершения промойтелефонной линии, сочиня Абробоканкама подводить выники и звертается до представников органов улады. Усе зауваки, это оценка вашей работы. Наверное, когда человек помыляется, с ним необходимо сустреться, поговорить и растумачить. Дать человеку возможность встретиться со всеми органами власти, которые позволили успокоить этого человека, если он не прав. А если он прав, то помогите решить эту проблему. Вот наша задача основная. Это вообще ваши вопросы, это оценка вашей работы дальше. И я еще раз повторяю, что нерашенных проблем нет. Расшите. Помогите этому человеку. Если действительно человек, я имею в виду, где-то и финансово, все можно сегодня найти. С початку наступного три дня комиссии пошнут сустречи с гражданами, які дозвонились по проблемных пытаниях, як свечить практика проведения попередних прямых телефонных линий, які проводили усажение облаконкама. До третей огученных пытанью выращаются станучи. А про чатаго частка проблем, выращение яких потребует значных сродков тихо протяглого часу, берется на контроль. До почних относятся управленности организация водозабеспечения, капитальный ремонт и будовництво дорог. По большинству вопросов, конечно, давались ответы разъяснительного характера, но и также очень радует тот факт, что многим людям удалось тоже оказать содействие и помочь. Так, за март, за первую телефонную линию более 30% звонков и вопросов были решены положительно. То есть почти каждый третий звонок нашел положительное разрешение. Июньская прямая линия, ну, немножко меньше, 25% вопросов были решены положительно, но это тоже хороший результат. Людям помогли трудоустроиться, было оказано содействие в ремонте дорог, в очистке колодцев, ну и так далее. Олег Сентюров, Павел Антонов, Телерадокопания, Гомель. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова